Сцена первая, дубль третий. Стендап! У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Писал когда-то Владимир Майковский. Участники кинофестиваля уже не сомневаются в выборе своей будущей профессии. Они уверены, что кино – это их истинное призвание. Сцена первая, дубль третий. С момента изобретения кинематографа прошло несколько десятков лет. И, надо сказать, многое изменилось. Значительно изменилась работа актеров, режиссеров, сценаристов, операторов. И, конечно, изменились сами технологии. В мире ежегодно проводятся фестивали современного кино. В Тихвине стараются не отставать от легенд большого экрана. Первый открытый фестиваль детско-юношеского аудиовизуального искусства кинематограф молодых состоялся на Тихвинской сцене. Пятый дубль, это последний дубль. Во Всероссийском кинофестивале на суд жюри представили свои работы участники со всей необъятной родины. Из Санкт-Петербурга, Москвы, Кемерово, Новосибирска, Архангельска, Липецка, Ярославля, Ростова-на-Дону, городов Ленинградской и Воронежской областей. Фестиваль состоялся при поддержке администрации Тихвинского района и спонсорской помощи. Больше всего мне понравилась «Слушай мим». Он показал нашу реальность, потому что люди просто одевают наушники и хотят отключиться от этого мира. А вот он показал то, что сняв вот эту, по моему мнению, ненужную вещь, ему сразу он услышал звуки реального мира. Ему это понравилось, и я думаю, нужно прислушаться к мнению этого фильма. КОНЕЦ 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 Вы знаете, я хочу отметить, чем отличается этот фестиваль, тем, что представленные работы говорят о том, что молодые люди, ребята, дети, может быть постарше, в общем-то обсуждают те проблемы, которые созвучны сегодня и взрослому. Они говорят о понимании друг друга, они говорят о понимании человека с человеком, они говорят о любви. И, в общем-то, я могу сказать, что эти фильмы должны быть интересны не только детской аудитории, но мне кажется, они полезны были бы посмотреть и взрослым, потому что то, как об этом говорят дети, это очень интересно. И более того, я хочу сказать, что многие работы, которые я сегодня посмотрел, они говорят о том, что дети глубоко понимают проблемы нашего сегодняшнего общества, своих ощущений в этом обществе. И, мне кажется, те мысли и идеи, которые они сегодня заявляют, они должны быть услышаны взрослыми. Работы оценивались в четырех номинациях – игровое, анимационное, документальное кино и социальная реклама. Совсем недавно были подведены итоги. Гран-при кинофестиваля получил юный режиссер мультипликационного фильма «Матрёнина медалька» Бобровский Андрей из города Бердска Новосибирской области. Я хочу рассказать о фильме «Диалог двух близнецов». И он настолько замечателен, что его простая идея, она в то же время очень сложная, приподняется настолько легко, что, например, даже самый маленький ребенок, артюрская игра горит сама за себя, мы ее сразу видим. А пиадовская работа – просто высший пилотаж. Я считаю, что этот фильм лучше на всем фестивале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты просто не умеешь ценить того, что у тебя есть. Мне очень понравился фильм «На рельсах». Он вызвал у меня много чувств и переживаний. Я очень сильно переживала за парня, и меня очень поразило безразличное отношение девушки к парню. Мне очень понравилось. Я советую всем посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Да сколько уже можно? Я устала, мне холодно! Поняла? Поняла. Хлопушка, а с тобой я отдельно поговорю. Вы думаете, я все это снимать буду? Сшибаетесь. Кинематограф молодых обещает быть традиционным событием, на которое, как и в этот раз, будут собираться творческие участники со всех уголков страны. И просто люди, которые не представляют своей жизни без искусства кино. Елена Павлова, Руслан Блохин, Пиколевское кабельное телевидение. Сцена пятая, дубль пятый.